Для большинства из нас думать не самое приятное занятие, и мы стараемся его избегать. Вот пример. Я спросил этих ребят, за какое время Земля облетает вокруг Солнца. Чё думаешь, братан? 24 часа? Да, точно. Или возьмём вот такую задачку, с которой знакомы тысячи студентов. Вы гуляете по магазину и видите биту и мячик. Вместе они стоят $1.10. Бита дороже мячика на доллар. Сколько стоит мячик? 10 центов. А ведь неправильно, да? Да как так-то? А теперь немного подумаем. Очевидно, что мячик не может стоить 10 центов, потому что тогда бита стоила бы $1.10, а вместе они стоили бы $1.20. Правильный ответ — 5 центов. Коварство таких вопросов не в сложности. Чтобы посчитать, даже особо напрягаться не приходится. Но даже этого никто не делает, потому что думать неприятно. Это требует усилий. Погоди, Земля облетает Солнце не за день. Загаджи! Можно было бы списать такие ошибки на глупость. Наверняка многие из вас думают, что сами ответили бы правильно. Но я думаю, вы ошибаетесь. Подобные степы и пятна мышления свойственны каждому и обусловлены тем, как работает наш мозг. Согласно одной из моделей, можно выделить две системы мышления. Психологи называют их «система-1» и «система-2». Но, думаю, будет понятнее, если представить их в виде персонажей. Система-1 — Ганн и система-2 — Дрю. Дрю — это вы. Это ваше сознание, голос у вас в голове. «Я тот, кем ты себя считаешь». Он умеет следовать инструкциям, выполнять последовательности действий. Если вас, например, спросят, сколько будет 13 умножить на 17, именно Дрю придется все считать. Может, на калькуляторе? Нет. Ладно, 17. Дрю ленивый, тяжелый на подъем и делает все медленно, зато аккуратно. Он может находить и исправлять ошибки. 221. Теперь познакомимся с «системой-1». Это Ганн. Он очень расторопен, ведь ему приходится постоянно обрабатывать огромные объемы информации, поступающие от ваших органов чувств. Он отбирает самое нужное и выкидывает остальное, то есть большую часть. Ганн работает в фоновом режиме, и вы, то есть Дрю, понятия не имеете, чем он там занят. Заметив какой-то текст, Ганн читает его до того, как вы решите, нужно вам его читать или нет. А еще Ганн додумывает. Вот, например, что здесь написано. Обратите внимание, что гласные звуки в обоих словах разные, а буква одна и та же. При этом всю фразу вы прочитали правильно, ведь Ганн додумал какие-то слова. Несмотря на то, что Дрю не в курсе того, что делает Ганн, именно восприятие Ганна создает основу для ваших сознательных мыслей. Можно представить, будто каждый из персонажей пользуется только одним из видов памяти. Автоматические ответы Ганна возможны благодаря информации, которая накопилась в долгосрочной памяти, библиотеке вашего жизненного опыта. А вот Дрю работает только с кратковременной, поэтому может держать в голове всего 4-5 новых объектов. Одно из самых известных открытий психологии заключается в том, что наша способность удерживать в фокусе новые объекты сильно ограничена. Например, вот ряд случайных чисел. 6, 7, 5, 5, 3, 1. Верно. Но мы можем эти ограничения обойти, если информация для нас что-то значит. Сейчас я назову 4 случайные цифры. 7, 1, 0, 2. Обычно запомнить такую информацию значит забить объем краткосрочной памяти. Но, если цифры поставить в обратном порядке, получим 2017. И это похоже на год. Такой трюк называется чанкинг, или группирование. Он позволяет хранить кратковременной памяти сразу по 4-5 массивов информации за раз. Чем больше массив, тем больше информации можно обработать в конкретный момент. При обучении создаются новые массивы и более объемные. Все благодаря связям с долгосрочной памятью. Постепенно задания переходят под управление Ганну. Но прежде Дрю должен погрузиться в информацию со всей внимательностью, да еще и не один раз. Скажем, когда вы учились завязывать шнурки, вам приходилось целенаправленно запоминать каждое действие, и на это уходил весь ресурс кратковременной памяти. Но повторив это действие несколько десятков раз, вы достигли автоматизма. Дрю больше не нужно напрягаться, все сделает Ганн. Музыканты и спортсмены говорят о мышечной памяти, хоть и понятно, что мышцы ничего не помнят, просто задействует и передвечает Ганн. Чтобы лучше запомнить произведение, можно идти прямо по нотам с листа, но очень медленно, чтобы в каждый момент приходилось задумываться, где стоят пальцы, что ты делаешь и что будет дальше. В итоге, неспешное, взвешенное и сознательное повторение дает свои плоды. Уверен, что в большинстве случаев, когда нам что-то кажется сверхспособностью, все сводится к способности Ганн автоматизировать действие, которое сквозь пот и слезы тренировал Дрю. Что интересно... Кстати, как трудится Дрю, можно увидеть, заглянув человеку в глаза. Давайте кое-что попробуем. Прочитайте вслух четыре цифры, которые я покажу, затем подождите два счета и повторите, но прибавляя к каждому числу по единице. Например, 7291 превратятся в 8302. Такое задание заставляет Дрю держать в памяти первые четыре цифры и в то же время проводить с ними расчеты. А еще нужно попадать в ритм. Итак. Усложним задачу. Прибавьте к каждой цифре по три. Готовы? Вы этого не заметили, но во время выполнения задания у вас расширились зрачки. Когда Дрю занят сложной работой, ваш организм на это реагирует. Ускоряется пульс, усиливается потоотделение, а зрачки становятся шире. Следите внимательно за тем, что происходит, когда то же задание выполняют участники эксперимента. 4, 3, 9, 7, 2. 5, 4, 0, 8, 3. Отлично, ты молодец. Тут приходится думать. В том и смысл. 6, 9, 1, 6. 7, 0, 2, 7. Когда этот эксперимент провели впервые, ученые сделали интересное наблюдение. Пока участники еще не добрались до самого задания, и просто разговаривали с экспериментатором, размер зрачков практически не менялся. Это указывает на то, что второй системе тяжело проводить подобные вычисления, а большую часть жизни Дрю не особо занят, так как всю повседневную работу берет на себя ганн. Когда мы живем не сильно напрягаясь, наши мозги предпочитают делать ровно то же самое. И я не говорю, что это плохо. Так уж мозг научился экономить ресурсы в процессе эволюции. Повторяющиеся действия мы доводим до автоматизма, оставляя Дрю только то, что действительно требует его драгоценного внимания. Правда, иногда из-за этого происходит путаница. Я переехал в Австралию в 2004-м, и мне сразу пришлось привыкать включать свет щелчком вниз. Пока я жил в Канаде, Ганн запомнил, что свет включается нажатием вверх, и несмотря на то, что я, то есть Дрю, знал, что в Австралии все наоборот, я еще много лет по привычке выключал свет, когда входил в комнату, а выходя из комнаты, включал. Когда Дэстин учился кататься на велосипеде с инвертированным управлением, ушел не один месяц на то, чтобы перебороть старые привычки, а после было тяжело к ним возвращаться. Вот тут и становится понятна ошибка в задаче про битую мяч. Ганн получает вводные о том, что битый мячик вместе стоит доллар десять, бита дороже мячика на доллар, а значит мячик стоит десять центов. Десять центов. Ганн моментально выдал автоматический ответ. Дрю, не зная о том, что ответ пришел к нему от Ганна, принял его, не проверяя. Звучит логично, так зачем лишний раз напрягаться? Как же заставить его работать? Ученые нашли один способ. Студентам дали тест с когнитивными задачками, распечатанными в хорошем качестве, и хотя бы раз ошиблись 85%. Вопросы распечатали вновь бледно с трудночитаемым шрифтом, и процент ошибок упал до 35. Трудночитаемый текст повысил количество верных ответов. Объяснение очень простое. Поскольку Ганн не может дать ответ сразу, он передает задачу Дрю, который уже в нее вникает, прилагая какие-то усилия. Когда Дрю сомневается, он работает еще усерднее, а значит у вас больше шансов найти верное решение и закрепить его в памяти. Это хорошо известно рекламщикам, и они активно этим пользуются. Пару лет назад в Австралии я видел рекламный щит всего с двумя буквами. Не. Ни логотипа, ни каких-то разъяснений. И это, кажется, идет вразрез с базовыми принципами рекламы. Показать, для чего нужен продукт, чем он лучше других, написать понятный текст и сопроводить простеньким джинглом. Цель – сделать сообщение максимально доступным, чтобы Дрю не пришлось напрягаться. Но если взглянуть на современную рекламу, в ней все больше примеров, которые нарочно непонятны. Во время той рекламной кампании в Сиднее на автобусных остановках висел такой текст. Не объясняем. Сне вы забудете про стресс, дела пойдут размеренно и неспешно. Вы больше не будете беспокоиться о прошлых ошибках. Вы не заезжали на мойку с открытым окном, не танцевали брейк-данс перед вашим сыном и его одноклассниками. Не делает жизнь легкой и непринужденной. Живите сегодняшним днем. Скажите тревога мне сегодня. Кто был заказчиком рекламы? Страховая кампания. Сегодня реклама повсюду, и Ганн научился ее не замечать. Если бы я увидел очередное предложение о страховке, я бы не обратил внимания. Но когда мы видим что-то непонятное, Ганн не знает, что делать и передает управление Дрю. Этот же принцип применяют и в образовании. Лекции, которые долгое время были основной формой обучения, теряют популярность. Как и от обычной рекламы, от них легко отвлечься. А еще там слишком много новой информации, особенно в точных науках. И это быстро утомляет Дрю, так как ему просто не хватает памяти, чтобы все удержать. Вместо лекций университеты организуют семинары, обсуждения и другие форматы, в которых студентам приходится отвечать на вопросы и думать, а не просто слушать и записывать. Это заставляет Дрю работать усерднее, и это хорошо, потому что так работает обучение. Но многим это не по душе, ведь это требует сил. Сложно заставить человека встать с дивана и сделать зарядку. С Дрю та же самая история. Нам всегда хочется делать то, что мы уже знаем. Музыканты любят играть проверенный материал, то есть те мелодии и исполнения, которые Ганн отточил до мастерства. Нам нравятся видео, которые дают ощущение понимания, пусть вы не узнаете ничего нового. Мы ездим навигатором, который не даст потеряться, как и запомнить дорогу самому. Если вы правда хотите чему-то научиться, получить шанс разобраться в чем-то, придется создавать себе неудобства. Думать тяжело, ведь приходится пробираться через дебри непонятного. А для нас, людей, это не самое приятное занятие.